Рак – не приговор, отмечают онкологи. В нашем регионе можно получить бесплатное лечение с этим диагнозом. За счет господдержки онкоцентры обеспечиваются как препаратами, так и нужными приборами для диагностики и проведения операции. Пациенты зачастую пренебрегают профилактическими скринингами или медосмотрами, что может быть опасно. Врачи уверяют, с возрастом организм меняется, а онкология может и не подавать ощутимых признаков, пока не перерастет в опухоль. По итогам 2022 года заболеваемость с злокачественными образованиями составила 182 на 100 тысяч населения. Было выявлено 1671 человек – онкопациент. Но хочется отметить, что каждый год идет такое небольшое нарастание, ежегодно 200-300 человек увеличивается в качестве выявления. По итогам 6 месяцев 2023 года было выявлено уже 963 онкобольных или 208 на 100 тысяч населения. Самая высокая смертность от онкологии наблюдается в Итикибийском и Шалкарском районах. Среди смертельных случаев лидирует рак желудка. В 2022 году от него умерло 76 человек. На втором месте по смертности рак легкого с показателем 60 таких случаев. А от рака груди в прошлом году в регионе ушла из жизни 41 женщина. У нас в области, как и по всей республике, существует три онкологических скрининга. Это мамологический, мамографический по-другому. Это на выявление рака малышной железы. Как вы знаете, это охватывает женщин целевой возраст 40 до 70 лет. Каждые два года женщина должна пройти мамологические мамографии. Потом уже в зависимости от результата там будет ее или наблюдать, или будет профилактически проводить лечение, или даже доходит до оперативного лечения. Второй онкоскрининг – это цитологический скрининг, это на выявление рака шейки матки. Тоже в зависимости от результата будут наблюдения или лечение консервативное вплоть до оперативного лечения этого у нас. Чаще всего рак выявляет онкоскрининги. Также есть смотровые кабинеты при поликлиниках. К примеру, в женских смотровых кабинетах принимает представительниц прекрасного пола, независимо от возраста. Медики отмечают, что лучше перестраховаться, а также это помогает выявлять ранние хронические и предопухолевые заболевания. Также в больницах области имеются 30 мужских смотровых кабинетов. Всего в регионе пройти профилактический осмотр или онкоскрининг можно в 44 медучреждениях. А узнать о механизме такого медобследования можно в своей участковой поликлинике. Тамерис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».